Итак, дорогие друзья, Атичка, давай, ладно, давай ты, давай. Болеют у нас не только братья наши меньшие, но и мы тоже в этот период времени очень часто заболеваем, правда, Степа? И как не заболеть? Сегодня мы вам дадим пару советов, чтобы не заболеть и свой организм включить на позитивный лад вне болезни, дорогие друзья. Вы не представляете, какой аромат стоит у нас в студии, Анечка уже режет лимон, дорогие друзья. Итак, первый совет, что же нужно сделать? Нужно взять лимон, нарезать его, желательно, конечно, нарезать его мелкими, так, Степа, держи, пожалуйста, это я сейчас сюда буду как раз закидывать. Итак, рецепт, внимание, да, мелко режем лимон. Если бы я болел, я бы уже выздоровел от такого запаха. Так, его тоже, да, добавляем сюда воду, это кипяток, друзья, кипяток, но уже немножечко остывший, да. Итак, далее мы берем имбирь. Ой, ты как знала, что я это все люблю? Ты знаешь, Степ, кстати, я хотела сказать, что имбирь совсем не обязательно очищать, его достаточно точно просто помыть, и в горячей воде этого будет, правда, достаточно. Насколько я вообще слышал, что именно в кожуре имбиря очень много полезных свойств, и вот некоторые медики и кулинары говорят, что именно не надо очистить имбирь, а вот его именно в таком виде употреблять. Так, и это тоже, тоже мелко, да? Это тоже мы делаем, да, тоже нарезаем мелко имбирь, почему не нужно его тереть? Потому что имбирь, ну, как бы не очень приятно его все-таки есть, когда он натертый, а когда ты его так мелко нарезал, то можно и процедить, в принципе. И так, и еще остается у нас одно целебное, конечно же, средство, это мед, всем известно. Дорогие телезрители южноуральцы, я советую добавлять мед, когда вода немножечко отстынет. Я хочу сказать, это уже какой-то убийственный, в хорошем смысле этого слова, коктейль у нас получается. Здесь, представляю, здесь миллионы витаминов уже, имбирь, лимон, мед. Мед, конечно же, по вкусу добавляется, сколько вы желаете. Либо сколько есть дома. Либо сколько есть, да, дома. Кто-то желает послаще, кто-то желает... И скажи, вот надо настояться этому рецепту чуть-чуть? Ну, естественно, вообще имбирь и лимон, он должен настояться, как раз вода немножечко остывает, а потом мы добавляем лимон. Итак, ну что же, первый эликсир. Эликсир здоровья. Эликсир здоровья, да. Да, как не заболеть на Крещенские морозы, да? Лимон, имбирь, нарезаем мелко и добавляем... Немного меда. Немного меда, да. Да, друзья, все ингредиенты по вкусу, друзья. Так, ну еще есть какие-то советы, да, пока он настаивается сейчас. Пока Степан у нас пробует. Вот я вижу у тебя какие-то медицинские штучки. Итак, я хотела бы рассказать следующий наш эликсир. Это просто вода, полстакана воды и просто анисовые капли. Ты знаешь, они... Тоже вовнутрь или натираться? Да. Ты сегодня желаешь натираться все же? Нет, просто я тоже знаю один рецепт, сейчас я тебе расскажу. Хорошо. Итак, 10 капель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, так, восемь, девять, десять. Все, у нас 10 капель. Итак, и больше, самое главное, Степан, ничего не нужно добавлять в этот состав. Друзья, а я еще добавлю. Да, это тоже мы выпиваем. Есть еще один рецепт, который называется просто доктор перец. Это простой перечный пластырь, мы его наклеиваем. Вот куда вам удобнее, я вот решу, вот сюда мне. И он будет вас согревать в течение всего дня и в течение всей нашей передачи. Степан, но именно вот так нужно делать только на спину, либо можно еще... На спину, на грудь, на любой открытый участок. Да, либо можно еще так же на ноги его, именно на ступню сделать. Ну что же, мы напоминаем, что у нас есть три здоровых эликсира. Пользуйтесь им. Нам не жалко. Пользуйтесь им.